Медицина психического тела человека. И иногда, когда человек задает вопрос, вы не удивляетесь, если я буду больше осведомлен о нем, чем положено. Ну, то есть, если я буду говорить с ним о его жизни, как будто бы я его уже расспросил, задал ему несколько вопросов по этому поводу. Ну, вы не удивляетесь, это возможно, если глубже воспринимать человека. В древней культуре вообще не было лекций. Все знания передавалось пением, стихами. Потому что, когда человек поет, то восприятие углубляется. От этого лучшие возможности взаимодействовать с человеком появляются. Обычно перед лекцией, завтра так будет, за полчаса будут ответы на вопрос до начала лекции. Вы можете прийти пораньше на полчаса и писать мне записочку, или отстать с зала, задать вопрос. Я буду отвечать на ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я посмотрю, как у нас по франу лекция должна быть. Итак, первая тема нашей беседы — это обязанности мужчины и женщины. Прежде чем ее начать, я хотел бы познакомить вас с материалом, на который я опираюсь. Это понимание, как устроена психика человека. Временные священные писания, медические писания объясняют, что у человека есть, кроме грубого тела, которое изучается в медицинском институте, это анатомия, физиология, нервная система. Существует также психическое тело. Это психическое тело, современная наука, тоже как-то пытается изучать. И еще академик Павлов говорил об условных рефлексах. Он говорил о том, что «Максим, у тебя хватает людей?» Там просто у меня есть еще врач, который со мной приехал. Он подает консультацию по здоровью от Максима. И можете к нему подойти, получить консультацию. Потому что люди часто задают вопрос по здоровью, хотя тема семейных отношений. И получается, что мы отвлекаемся от темы. Я поэтому вожу с собой человека, чтобы он этим занимался. Итак, наши ученые считают, что нервная система является основой для функционирования организма. Но древние ученые считали, что основой для функционирования организма является все-таки психика человека. Еще в медицинском институте я спрашивал, почему бьется сердце у физиолога. Он говорит, потому что работает нервная система. Она дает импульсы. Я тогда спросил, а что дает силу нервной системе? И он не мог ответить на этот вопрос. Он задумался и сказал, я не изучал эту тему. И на самом деле никто не изучал, потому что никто и толком и не знает этого. Оказывается, силу нервной системе дает психическая энергия человека. То есть у человека есть определенная энергия, которая чувствуется нами. Она чувствуется в виде бодрости и усталости. Она чувствуется в виде слабости и хорошего тонуса. Она чувствуется в виде свежести и, наоборот, духоты. Понимаете? То есть эта психическая энергия, она существует в нашей жизни. Она не измеряется особо приборами. И сейчас уже пытаются как-то ее измерять. Это называют по-разному. В виде трассионных полей и так далее. Но так или иначе мы знаем, что это есть. Потому что, если, допустим, в зале будет душно, то от этого будут страдать функции. Может нарушиться давление, заболеть голова и так далее. Существует психическое тело. Психические каналы, по которым движется психическая энергия, называются «нади» на санскрите. Эти психические каналы, они нужны для того, чтобы давать силу всем органам и системам организма. Они активизируют деятельность нервной системы, нервная система регулирует функции организма. Но психические каналы «нади», они также еще играют, помимо того, что они регулируют деятельность здоровья человека, они также взаимодействуют, они также отвечают за наши психические функции. Психические функции, по сути, означают жизнь. Потому что, ну, как бы, само там, там, дома, деятельность тела, для нас в неполной степени мы понимаем, что это жизнь. Допустим, мы покушали, да, там, и так далее, у нас идет процесс какой-то внутри там. Но мы под жизнью воспринимаем наши взаимоотношения, эмоции какие-то, которые мы проявляем. Мы понимаем мышление, мы думаем, принимаем решения, помним о чем-то. И мы, как бы, под жизнью воспринимаем именно это. Никто не думает, что жизнь — это то, что происходит внутри клеток. И по факту мы даже не знаем, что происходит внутри клеток. Часто люди говорят, я себя хорошо чувствую. Но мы себя вообще не чувствуем. Если по факту так разобраться, мы что-то кушаем внутрь. Потом мы понимаем, что там внутри происходит. Нет? Мы контролируем ситуацию, что там пища всасывается сначала в желудке, потом в клетках. Она распределяется по всему организму. Мы участвуем в этом процессе, нет? В своем сознании. Кто участвует, поднимите. Ну, вот один человек участвует. Не знаю, насколько сильно. У меня все равно есть сомнения. Ну, так или иначе, вы как бы сейчас знаете, где у вас пищевой комок находится в кишечнике? В каком месте? Я участвую сейчас. Вы не в полной степени. В полной? То есть вы знаете, где находится пищевой комок у вас сейчас в кишечнике? Ну, примерно, да. Ну и где? Я говорю, я не хочу поедать. А я знаю. Я знаю. Я вижу, где он находится. Могу вам сказать. Вы поели не меньше, чем 3 часа до лекции. И пищу. Ну, ок. Что? 30 минут назад. Ну, да, чуть-чуть поели. А такое более массивное количество пищи у вас ниже спустилось. Желудки не так много. Ну, и так далее. Как бы вы не можете контролировать все, что происходит в вашем организме, своим сознанием. Для этого вы должны сидеть, просто концентрироваться на каждой клетке, распределять это все. У нас нет таких полномочий. И к поддельнику нет смысла вступать. Все равно вам никто не поверит. Вот. Мы знаем, как мы кушаем. Нам приятно. Мы знаем, что живот наполняется. Когда он наполнился, мы думаем, все уже достаточно. Мне сегодня хорошо накормили. Очень было достаточно. Но я не против вас, понимаете. Просто я... Может быть, вы и можете. Я... Кто его знает. В этом мире столько всего есть. Понятно. Вот. И вот, по крайней мере, я про себя говорю. Я знаю точно, когда нужно убежать с лекцией. Ну, понимаете, да, что не всегда можно на лекции сидеть. Иногда бывает так, что надо убежать, иначе будет неприятно всему залу. Вот. Это мы знаем. То есть мы покушали, почувствовали сытость, и в какой-то момент надо это все выпустить из организма наружу. Ну, то есть, это... Мы знаем, именно нам организм подсказывает, он говорит, все, давай, иди. Нечего сидеть, и у тебя кишечник лопнет. Или мочевой пузырь. Вот. Ну, то есть, дается команда изнутри. Причем, если мы ее не выполняем, тогда она настойчивее, настойчивее начинает даваться. Но... Как это со мной, вот с моей личностью связано? Я это не контролирую. Я могу просто констатировать факт. Таким образом, если говорить о психических функциях человека, то мы не знаем, как мы себя чувствуем. даже у человека спросить, какое у тебя настроение, он подумает, что-то может сказать нятно, иногда нет. Он скажет, я не могу точно понять, какое у меня настроение. Иногда так даже бывает. Но мы знаем, что такое любовь, что такое отношение. Мы знаем, как мы относимся друг к другу. Мы знаем свою квалификацию, что мы можем делать, что не можем, что нам нравится, что не нравится. Мы это все знаем. Таким образом, мы больше чувствуем не себя даже, а свою жизнь. То есть, мы больше направлены не на свое тело, не на свой организм, а направлены на то, чтобы использовать этот организм для того, чтобы жить. И само понятие жизни, оно отличается от деятельности клеток в организме. Потому что жизнь означает совсем другое. Как поет Марк Бернес в своей песне, «Жалко, что у нас нет шнура», то как бы жизнь, она отличается от комбинации нервных импульсов. И мы сейчас, может быть, даже сможем это послушать. Такая песня. Спасибо. Витя, он ничего проклятки не сказал. Про пищу там, ничего. Говорит, бескорыстная дружба мужская, потом он про любовь будет говорить, про внуков будет петь. Ну, то есть, жизнь – это немножко другая вещь для нас. Честно, признаете себе. Мы используем просто это тело для того, чтобы жить. Нам нужно кушать, чтобы жить. Некоторые говорят, мы едим, чтобы жить, и некоторые говорят, мы живем, чтобы есть. Ну, так или иначе, все-таки, жизнь – это что-то более широкое для нас. Веды объясняют, что есть тонкое психическое тело. Его называют на санскрите линго-шарире или тонкое тело ума, тонкое тело, психическое тело. Есть как бы в этом тонком теле три категории функционируют одновременно. Три уровня глубины психики человека. Один уровень называется манос, или, как мы говорим, ум. Видите, есть русские аналоги каждого слова. Значают древние люди даже на Руси знали, что такое психика. Итак, ум – это каркас, психический каркас нашего организма. В нем он как раз и занимается тем, что регулирует здоровье человека. И это объясняет, что если человек не удовлетворен в жизни, он несчастен, то ему не хватает здоровья. То есть есть два понятия здоровья. Есть понятие на санскрите называется аорогия – отсутствие болезни. А есть сводяя – означает баланс или счастье. И человек, который, допустим, не имеет ноги, он больной или здоровый? Врачи скажут, что он больной. Но если человек счастлив, полностью удовлетворен в жизни, а другой с ногами и не удовлетворен, то древняя медицина считает, что без ноги здоровый человек, а с ногой больной. Понимаете? То есть болеет тот, кто не чувствует себя счастливым. Потому что по факту, если разобраться, что за сила питает наши клетки, наше здоровье, от чего зависит наше здоровье, наше благополучие. Есть определенная энергия, ее называют спрауна, там, жизненная сила и так далее. Но если честно сказать себе, как бы, честно сказать, что это за энергия такая, которая все питает, как она называется? По-русски? Счастье, да. Энергия счастья. Мы, когда счастливы, у нас все здоровое, нам нравится все хорошо, я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы это было взаимно. Вот. То есть счастье дает человеку возможность быть здоровым и жить нормальной, счастливой жизнью, как в другой песне поется. Это бывает иногда у нас в жизни такие ситуации, и они бывают не от того, что мы наелись хорошо. Конечно, когда мы наелись, тоже от этого счастья увеличивается. Это факт. Вот мне, как же, погормили с любовью, сегодня приготовили мне, и я стал счастливым. Я отдохнул, еще поспал, прибавилось счастье. Ну, это больше, как бы, сказать о другом. Это называется убавилось несчастье. Ну, то есть я просто ночью летел из Москвы, а до этого была лекция в Москве, я прилетел вообще никакой. Потом меня отпалили в бане, уложили спать, накормили, и несчастья стало настолько меньше, что появилось счастье, настолько мало, что появилось счастье. Но бывают в жизни такие ситуации, когда человек бесконечно чувствуется счастливым, бесконечно чувствуется счастливым, не от того, что его хорошо накормили. Есть другие вещи в нашей жизни, которые ценностью бесконечно больше являются в нашей жизни, бесконечно больше. И сейчас вы услышите другую песню, которая точно вам подскажет, что же является такой ценностью в нашей жизни, что она делает нас бесконечно счастливыми. Вот здесь о пище ничего не будет говориться в этой песне. У меня сегодня день такой счастливый, что ни петь нельзя, ведь с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вместе к нам приходят песни также. То есть мы счастливыми становимся, поем, танцуем, радуемся жизни. И это является кульминацией жизни человека. Любовь, отношения, какая-то гармония души с окружающими людьми, с близким человеком. К тебе на встречу я пойду, сто дорог в одну сведу и так далее. Есть другие похожие песни, описывающие стояние. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. И будет в ней хороших очень много ума. Если бы человек даже видит будущее в этот момент, настолько сильно он чувствует вот эту силу этих отношений, чистоту, красоту этих отношений, любви. Таким образом, не в пище единый жив человек, да? То есть у нас есть жизнь, это более глубокое понятие. Оно включает в себя отношения, чувства друг к другу. И это объясняет, что более важные, ценные функции ума для человека — это функции, связанные не с питанием энергии счастья организма. Она нужна также организму, эта энергия счастья. Без нее ни один орган не будет заработать нормально. Кстати, есть такие связи между органами организма и эмоциями. То есть ума есть характер, эмоции. Сердце, допустим, оно любит правду и оно обижается. Оно болит от обиды. Сердце от обиды болит, от предательства, означает неправды. Вот. А печень болит от гнева, когда человек гневается, от зоношника, от перенапряжения. Кишечник страдает от неправильного движения мыслей. Здесь запор бывает не только, оказывается, в кишечнике. Начинается в голове. Об этом Задорнов подметил сейчас. Вот. Ну и так далее. То есть составы страдают от отчаяния, перенапряжения. От суеты человек болеет вирусными инфекциями. Иммунитет страдает. Другими словами, органы, системы организма связаны с характером. Ум состоит из характера. Характер — это движение энергии счастья в нашем организме. Если мы не гармонизируем правильно с этим миром, мы не любим этот мир, тогда у нас плохой характер. А если мы гармонизируем, любим, тогда у нас хороший характер. Характер означает взаимодействие с этим миром. И у ума есть пять щупальц, пять чувств, с помощью которых идет это взаимодействие. Каждое чувство имеет свои направленности, особенности и свою важность в жизни. Но прежде всего говорить о чувствах, я еще немножко упомяну, что также кроме ума в тонком психическом теле есть еще разум. Разум контролирует деятельность ума. Разум — это начальник в организме. Он контролирует все, что происходит у нас в психике, дает задания, ставит цели. Он выбирает смысл жизни. Вера находится в разуме, решимость, энтузиазм, способность побеждать себя, сила воли. Все это деятельность разума. В уме находится мышление, эмоции, настроение. Находится чувство, желание находится в уме. В разуме сила воли, решимость, цель, знание о том, как правильно жить. Находится в разуме. В разуме находится убежденность, способность заставить себя. Все это деятельность разума. У разума есть три психических центра. И каждый из этих центров имеет связь с определенной силой нашего сознания. То есть сознание — это энергия, которая пропитывает всё тело. Это энергия нашей жизни, осознание себя. У сознания есть три энергии. Это стремление к знанию. Мы все хотим знать, что будет. Что сказать, ну что сказать. Устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Вот. И также энергия знания находится в центре разума, который связан с лобом, лобной частью. Верхний центр разума в среднем находится в области сердца. Здесь находится стремление к любви. Все знают, что любовь находится в сердце. Или кто-то считает, что в другом месте. Сейчас, кстати, появилось такое мышление, что любовь находится не в сердце, а где-то в других местах, более ниже, ниже, чем сердце. И как бы люди думают, что вот это и есть любовь. Но любовь находится в сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Согласны с этой песней или нет? Или спасибо, еще что-то, что ты умеешь так любить? Наслаждение, конечно, может быть в других местах, но любовь, давайте договоримся, что любовь все-таки находится в сердце. Потому что иногда любовь, которая находится в сердце, встает в противопоставлении желаниям наслаждения, которые находятся в других местах. У человека возникает конфликт между любовью и наслаждением. И он не знает, куда ему бежать, то ли к любви к своей, то ли к наслаждению. Это предусудительно. Так думать, что желание наслаждения стоит выше любви. Это все знают в своем сердце. Жена говорит, как же ты мог предать наши отношения, наши чувства. Мы с тобой прожили всю жизнь, у нас есть дети, они тебя тоже любят, они тебя считают своим отцом. Зачем ты бегаешь, как обезьянка к этой нюрке? Она не достойна разрушения наших отношений. Она в отчаянии, жена говорит своему мужу об этом. Но он как бы не понимает, что для него важнее, любовь или наслаждение. Он не может разобраться в этом вопросе. Он говорит, да, меня любят дети, и ты меня любишь тоже, я согласен. Я тебя тоже люблю, но у меня есть желание, желание из сердца. Но он перетягивает меня, меня туда тянет. И люди не знают, что делать с этим. У них нет знания, не понимают, как правильно идти по воду на наслаждение или все-таки остаться верным. Потому что, опять же, они не знают, что такое любовь. Он говорит, а я тебя разлюбил. Я вообще не могу сказать точно, разлюбил или нет, но я полюбил другого человека. Он не понимает, что такое любовь. Он думает, любовь – это вот как раз вот это и есть. Трение палочкой в колбочку, чтобы получилось счастье. Но любовь, она более глубокую природу имеет. И разум, который находится вот здесь, в этой зоне, он должен определить, что такое любовь. Мы должны разобраться, потому что разум соткан из знаний. Должны получить знания, что же такое все-таки любовь. Этого института не учат этому. Даже, может быть, доктором наукой не понимает, что такое любовь. Такое тоже может быть. Следующий центр разума находится в области паха. Он отвечает за страх и бесстрашие, за нашу связь с вечностью, желанием жить. И мы не будем описывать, как он действует. Иногда есть такие упоминания об окопной болезни, когда солдаты пугаются, и у них срабатывает кишечник. Это тоже связано как раз с этим центром разума, который боится или не боится. Центр разума там может не бояться, если есть мотивация. Зачем ты отдаешь свою жизнь, как сделал Александр Матросов? Он пошел на амбразуру, потому что он верил в светлое будущее нашей Родины. Но это другой вопрос. Вера — это очень серьезная штука, и мы будем попозже о ней говорить.